Всем привет! Обзор на это устройство я хотел сделать еще после покупки, но, к счастью, не было возможности, времени и, собственно, прошло два года, практически два года, как у нас в использовании этот блендер. Это Polaris PHB1070. Сегодня расскажу о его сильных сторонах, о его слабых сторонах и расскажу о том, почему я вообще решил снять это видео. Дело в том, что я бы и не снимал этот обзор, если бы не возникла одна проблема, о которой хотелось бы вам сегодня рассказать, точнее их две. Итак, начнем с того, что входит в комплект поставки, поговорим о качестве изготовления каждого элемента, чаш, венчиков и всего остального, и поговорим о серьезных проблемах, из-за которых сегодня я понесу по гарантии этот блендер. Гарантийный талон выглядит вот таким вот образом, видно, что покупали мы его 26 сентября 2019 года, гарантия 24 месяца, то есть он еще на гарантии и как раз этой гарантией мы воспользуемся, потому что этот блендер теперь не работоспособный. В комплект поставки входит ручка, ручка с двигателем и с крестовым креплением под разные насадки и переходники. Это часть пластиковая, здесь все из пластика и здесь вся история из пластика. Кабель питания очень большой длины, в длину он примерно 2 метра, то есть его хватает для кухни совершенно прекрасно. Евровилка традиционная плоская, поэтому ее можно будет воткнуть в любую розетку, хоть в евро, хоть в старые советские. И также есть кольцо, которое позволит, собственно, ручку повесить, если вам нужно будет, чтобы она была в быстром доступе. Здесь у нас кнопка переключения, кнопка переключения нестандартная, здесь нет просто включил-выключил или режим, например, первой-второй скорости. Этот блендер интересен тем, что везде в характеристиках вы увидите, что у него целых 40 скоростей. На самом деле они все переключаются очень плавно и вот этой кнопкой их можно регулировать. Очень удобная и классная функция. Такой функции сейчас в современных блендерах от Polaris я не встречал, может быть, просто у нас в магазинах нет. Собственно, по ручке никаких проблем. Она очень удобная, она, несмотря на мощность, а мощность 1000 Вт, она достаточно такая, не тяжелая, то есть ее спокойно может использовать и мужчина, и женщина. Ну, в частности, вот моя жена, она была довольна, то есть ручка действительно удобнейшая, при том такой хват под палец, ну просто удобнейший, превосходный. Также в комплекте есть блендерная насадка. Блендерная насадка имеет здесь ножи. Ножи здесь простые, ничего сверхъестественного, но везде они подаются как супер какие-то пупер крутые ножи. И на самом деле за время, вот сколько у нас этот блендер, они не потеряли остроты, на самом деле они просто высокого качества. Ничего другого о них сказать не могу. Насадка блендерная высокого качества, очень толстые стенки пластика, за время эксплуатации ничего не потрескало здесь, не сломалось. И, собственно говоря, шток, который передает энергию кручения, он тоже выполнен из металла, так что здесь никаких проблем не будет. Насадка устанавливается очень легко, здесь есть фиксаторы специальные пластиковые, и вот таким вот образом фиксируется. Очень легко устанавливается, очень легко снимается. За время эксплуатации тоже этот механизм не повредился. Единственное, что чуть-чуть есть люфтец, то есть если вот так присмотреться, то здесь есть такой люфтец, но понятно, что это не высокоточное устройство, поэтому тут, и тем более бюджетное, да, и тут как бы это простительно. Вот, тем более со временем пластик, он все-таки слегка подъедается, и этот люфтец, даже если его не было изначально, он будет проявляться. Дальше в комплекте идет крышка на измельчитель, с этой крышкой уже возникли проблемы. Устанавливается она точно таким же образом, как и блендерная насадка, вот так вот закручивается, и все. Здесь тоже есть такой легкий-легкий люфтец, но это нормально, это простительно, это не самое страшное. У этой насадки здесь есть какая-то проблема с передаточным числом или чем, ну то есть она вот так вот достаточно сильно вибрирует. Эта насадка буквально сегодня начала вот, вчера точнее, издавать разные проблемные звуки. То есть когда здесь скорее всего слезались шестерни, и собственно когда включаешь, происходит жуткий гул, и этот блендер просто не работает. Также нож измельчителя, он как раз таки выполнен по супер какой-то технологии, они говорят о том, что здесь используется технология 4 про титан. То есть здесь титановое покрытие, и благодаря этому эти ножи, они сами по себе более острые, да. Ну как бы тут в принципе мне кажется просто зависит от заточки. Хорошо заточенный нож, он будет острый, вот и весь секрет. Ну и типа они за время эксплуатации не теряют остроты. И на самом деле это я могу подтвердить, да, ножи очень острые, и за время эксплуатации остроты практически не потеряли. Единственное, что все-таки я бы шлифанул бы эту кромку, для того, чтобы он был еще более острый. Хотя он и так острый, но он будет как лезвие, и тогда любой продукт может разрубить. То есть это хорошего качества нож, действительно тут я не могу прицепиться. Чашка для резки, она у нас на 500 мл, здесь тоже не все так гладко. Здесь, например, внизу есть такие небольшие трещинки, они возникли, конечно же, в процессе нагрузки, в процессе эксплуатации. Они не влияют на то, что чаша, например, подтекает, то есть тут никаких в этом отношении проблем нет. Но в целом это все равно плохо, да, то есть эти трещины, они рано или поздно уйдут на дно чаши, и, собственно, это слабое место. То есть вот это место им надо было либо как-то смазать, либо поставить, я не знаю, ну как-то технологически продумать. Ножки. Здесь две ножки остались, две ножки уже отлетели, уже непонятно где они. То есть налицо плохая фиксация ножек, хотя так их можно вытащить. Ну понятно, что можно было как-то беречь или там приклеить их, но можно было это сделать просто по-другому. Сделать так, чтобы оно не вываливалось само, либо сделать с завода намертво. Вот. И это такая претензия действительно тоже, я считаю, адекватная, потому что ножки очень важны для устойчивости, потому что здесь уже будет перекос. То есть вот так вот будет уже болтаться. И плюс они нужны для того, чтобы не было скольжения. Ножки хорошие, они действительно противостоят скольжению, особенно на гладких поверхностях. Но вот то, что они плохо крепятся, это очень плохо. Шток здесь тоже выполнен качественно, в принципе он не отвалился. Он так нормально выполнен, здорово. Но вот эти трещинки, судя по всему, это технологически просто они не продумали. Нож устанавливается традиционно, здесь никаких сюрпризов. Он подпружиненный. И после того, как закрываем измельчитель крышкой, и вот таким вот образом все фиксируется. Но единственное, что за время эксплуатации тоже слегка подсъелись вот эти пластиковые части. И крышка теперь значительно легче закрывается и значительно легче открывается. Нет четкой фиксации. Хотелось бы, чтобы это было чуть более надежно. Но опять же, учитывая бюджетность устройства, я не буду к этому цепляться. Есть еще одна проблема. Значит вот венчик и переходник для венчика. Проблема заключается в этом переходнике. Он первым сдался и несколько месяцев уже, по-моему, нам делает нервы. Ну, просто потому, что здесь тоже передаточный механизм. Шестерни, скорее всего, слезались. И этот механизм, он, ну вот видно, да, вот я кручу. И вот здесь ничего не происходит, да. То есть, здесь налицо связка отсутствует. Шум, гул, но никакой работы не происходит, ничего не крутится. Венчик, конечно, фиксируется очень четко. Тут никаких вопросов. Раз, все, он зафиксировался. И он не выпадает. Он здесь очень надежно зафиксирован. Венчик высокого качества. Тоже все сбивается просто отлично. И вот когда вставил, ну, в принципе, крутится. Но есть такие вот, видите, прокруты. Ну, то есть, почти в пол оборота прокруты. И если зафиксировать, вот я зафиксировал. Ну, так, зафиксировал пальцем. И вот он все равно крутится. То есть, там все слезыно. И разбирать и чинить его, я считаю, нет смысла. Ну, просто потому, что ни запчастей, ничего нет. Кстати, в российских магазинах я видел вот эту деталь как запчасть. У нас, конечно же, в моей глуши такого нет и быть не может. Вот. Поэтому, к сожалению, придется нести по гарантии. И, собственно, так бы купил бы как запчасть и все. Но еще и проблем добавила вот эта крышка измельчителя. Она тоже теперь со слизанными шестернями. Вот. А так, по эффективности, по качеству венчика. Вот видите, он нигде не заржавел. Он нигде не отвалился, не потрескался, не поломался. Он высокого качества. Металлический шток. Фиксация четкая. Ну, тут никаких вопросов. Ну, и мерный стакан. Мерный стакан здесь высокого качества. Ничего не скажу. Он на 700 мл. Собственно говоря, дно. Единственное, что чуть-чуть. Буквально у дна есть трещинки. Чуть-чуть. Но понятно, что здесь определенная нагрузка возникает. Видно здесь, да, такие полоски. То есть, это полоски от венчика, от различных механического воздействия. Понятно, что невозможно взбивать и не касаться дна. Но серьезных нагрузок здесь нет. Просто пластик, видно, что вот от времени, вот видно, да, трещинки. Он не пропускает влагу, ничего, но в перспективе, скорее всего, он умрет. Так что это тоже можно отметить как минус. То есть, пластик здесь достаточно слабый и хрупкий на перспективу 2-3 года. Все. То есть, он год хорошо служит, а потом начинаются вот такие вот болячки. Видно, что он так слегка помутнел. Тоже вместо прозрачного он такой слегка с налетом белым. Хотя регулярно все комплектующие, все моется, все после эксплуатации вымывается и хранится бережно. Это можно увидеть даже по рукоятке. То есть, рукоятка в идеальном состоянии, она как новая. А все остальное, вот к сожалению, то, что механических таких серьезных воздействий требует, оно в не очень потребном виде. Ну и теперь, конечно же, по возможностям. Блендер достаточно мощный, 1000 ватт. Им можно делать все. И белки, и даже жидкое тесто взбивать. И, собственно, это универсальный блендер. И, например, моя жена очень в него влюблена. Он реально очень крутой. По мощности, по удобству рукоятки, по тому, как плавно регулируются скорости. Тут никаких вопросов. Если бы он был высокого качества, вот на долгий период времени, это был бы просто незаменимый помощник любой хозяйки. Но из-за того, что они сэкономили на качестве, скорее всего, даже не просто сэкономили, а просто сидят определенные люди, которые знают, когда что выходит из строя, рассчитывают это все, подводят под гарантию. И, собственно, мы получаем, что 2 года гарантии, а он даже 2 года не прослужил. Но, судя по всему, если им не так активно пользоваться, 2 года своих он отслужит. А что потом? А потом вы пойдете покупать новый. Какой блендер мы купим следующий и купим ли вообще? Об этом я расскажу, наверное, в отдельном видео. Если интересно, может быть, в комментариях. Значит, этот блендер очень понравился. Если был бы такой в магазине, и мы уже имели бы какой-то определенный опыт, скорее всего, взяли бы именно такой блендер, именно этой фирмы. Потому что он дешевый, но свои функции выполняет великолепно, при этом в большой мощности. Если сегодня по гарантии будут какие-то вопросы, нам скажут, что мы сами виноваты в том, что здесь, например, шестерни слезались, там тоже. И нам скажут, что до свидания. Может быть, попробую починить как-то вот эти все переходнички. Попробую, если получится, намертво-наглухо там все заклеить. А вообще, по гарантии должны, наверное, поменять его. Так как их в продаже уже у нас в магазине нет, но они активно продаются и в России, и в Украине. Эти блендеры до сих пор очень популярны. Ну, в общем, посмотрим. Либо нам предложат другой блендер. Есть еще модель 1072. Точно такой же, только у него нет плавной регулировки скоростей. Он другой по расцветке. А так это точно такой же блендер. И есть еще более дорогие модели. В общем, сегодня посмотрю, что мне скажут в магазине. Но впечатления от этого блендера крайне положительные, если не считать вот этих небольших нюансов, которые по факту просто он отслуживает свой гарантийный срок и все. То есть, как бы ты заплатил за два года гарантии, ты свое получил. К счастью, жена активно пользуется блендером. И этот срок немножко они не угадали. Ну и к нашему счастью, конечно же. Спасибо всем за внимание. Если видео было полезным, не забудьте поддержать. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного бренда, данного блендера. Вообще, какими блендерами вы пользуетесь. Кому, кстати, интересно, я попробую найти, где его можно купить в России по самым лучшим ценам. Ссылки укажу в описании. Ну и в Украине. И также ссылки на кэшбэки, чтобы вы могли сэкономить. Пока. Коротко о том, что произошло дальше. Я сдал блендер, собственно, в сервисный центр. И они мне дали такой результат. То есть, еще конечного итога нет по этому продукту. Но уже при приемке товара они сказали, в гарантии написано, что на движущейся части гарантия не распространяется. И я их спросил, как это так возможно, ведь это же блендер. Это все равно, что в автомобиле не дать гарантию на движущиеся части. То есть, ты им не пользуешься, только тогда ты можешь предъявлять какие-то претензии. Они сказали, что это требование, как бы сервисное требование компании Polaris. Или Polaris. Понимаете, да? То есть, вот эта оговорка, движущиеся части, она позволяет им не взять любой совершенно блендер, любой совершенно продукт, где что-то двигается. И, собственно, вот эта оговорка... То есть, ты покупать по-любому будешь товар. По-любому. Ты вчитываешься, не вчитываешься ты в эти сервисные правила. Неважно. Ты по-любому будешь пользоваться. И вот производители идут на такую хитрость, чтобы в будущем, когда у вас возникнут проблемы, ничего не делать, ничего не менять. Или взять по гарантии. Хотя она сказала, мы по гарантии это брать не будем, но я вам все равно типа оформлю, типа это по гарантии. Понимаете, да? Они сказали, мы даем гарантию только на саму рукоятку от блендера. То есть, это просто нонсенс. И в то же время они предлагают, мы можем вам продать то, что у вас сломалось. То есть, вот эти редуктора, крышка с редуктором. Понимаете, да? То есть, производитель сделал все так, чтобы в будущем, когда возникнут проблемы, он мог продавать эти запчасти, иметь только прибыль от того, что у вас поломка. Не иметь себе вообще убыток никакой. Для меня лично это повод задуматься, стоит ли покупать следующий блендер или какую-то другую продукцию от компании Polaris или Polaris. Да, я так думаю, что в гарантийных обязательствах и других брендов будет что-то подобное. Но посмотрим, чем закончится эта ситуация. Если все будет очень печально, то понятно, что да, до свидания, Polaris будет. И купим что-то другое. И еще, когда принимали особое внимание, уделяли на то, что в инструкции написано, что только 15 секунд можно пользоваться блендером. Понимаете, да? То есть, 15 секунд это какие-то нереальные цифры. Хотя в инструкции они указаны, что взбивать яйца можно 15 секунд, а дальше нужно дать 5 минут остыть. Понимаете, да? Но это просто нереальные вещи. И она мне так и говорит, и вы действительно придерживались инструкции? Она понимает, что это нереально. Ну, то есть, на лицо производитель полностью перестраховался и сделал так, чтобы ты был дурачком и только и бегал, и покупал новые продукты. К сожалению, вот в такое время живем. Что будет дальше, я буду с вами делиться, держать вас в курсе. Я, кстати, связывался с компанией Polaris на Алиэкспрессе. Писал им, говорил о том, что вот у меня произошла такая-то беда. Могли бы вы выслать вот эту деталюшку. А я бы написал бы вам хороший, снял бы видео, отзыв, сказал бы, что вот, слушайте, поддержка хорошо работает. Они говорят, мы не на территории вашей страны находимся, поэтому ничего сделать не можем. Я говорю, окей, хорошо, понял. Ну, как бы вроде справедливо. А с другой стороны, как бы бренд, который хочет свое имя поддержать, он мог бы сделать такую гарантийную штуку. То есть, прислать просто запчасть и получить хороший отзыв. А это реально было бы круто. Ну что ж, а сейчас поделюсь с вами тем, что произошло дальше. Прошло для вас буквально мгновение, а для нас целая неделя. Значит, обещанные три дня, конечно же, прошли. Никто не позвонил. Потом наступили выходные. Но проблем, никаких вопросов. Проходит понедельник, вторник, среда. И вот в среду в обед сервисный центр позвонил и сказал, что у нас для вас есть новости, приходите. Но так как вчера я был занят, то сегодня, в четверг, я к ним поехал. И вот, что они мне сказали. Я специально записал этот разговор, чтобы поделиться с вами. И, собственно, для меня это очень радостная новость. Понял, спасибо. Ого, вот это классно. А если его нет, именно это? А, они решат. Да нам это очень понравилось. Если бы не эти редуктора, шикарная модель. Спасибо большое вам. Все, до свидания, хорошего дня. Итак, вы сами все слышали, сервисный центр принял решение и дал мне акт, что отремонтировать это устройство они не могут, потому что у них нет запчастей. И приняли его по гарантии без проблем. Хотя было написано, что условно по гарантии, но приняли его по гарантии и как бы выполнили свои гарантийные обязательства. И это меня порадовало. И я подумал, я все-таки возьму следующий блендер, как раз таки Polaris. Мы пошли в магазин с этим актом и, собственно, нам сказали, выбирайте на эту сумму, за которую вы купили блендер, любой блендер. Если сумма будет больше, вы доплатите. Если меньше, мы вам что-нибудь еще докинем. Какой-то продукт, какую-то там лопатку, еще что-то. Мы начали выбирать, увидели, что есть такая же модель 10, но 72. Они выпускались в одинаковое время. Это точно такой же блендер, но он более хлипкий, не такой приятный по материалам и не внушает доверия. В отличие от этого 1070. По цене он был совсем дешевый. Но мы подумали, что, наверное, лучше мы возьмем что-то помощнее. И решили остановиться на модели, которая вышла год назад. Это модель, которая на 1300 Вт. Этот был на 1000 Вт, этот на 1300 Вт. Он уже там с новыми технологиями, еще добавлено две защиты. Вот, собственно говоря, как он выглядит. Это Polaris PHB1384 Silent. Вот так вот он выглядит. Пока еще его не тестировали, просто в магазине проверили, работает, не работает. На ощупь сразу, да, и когда ты берешь устройство, ты сразу понимаешь примерно, какое качество. По качеству, конечно, лучше, но он и стоит в полтора раза дороже. Пришлось доплатить немножко, но зато взяли более новый, более мощный и, собственно, два года гарантии. Если с ним что-то случится за эти два года, опять-таки приносим. Нам его там чинят, не чинят, посмотрим. Но в любом случае, я хотел с вами поделиться такой радостной новостью и сказать, что без проблем сервисный центр взял на себя обязательства. И для меня это было удивительным, потому что, как я уже говорил, там была такая оговорка, что на движущейся части гарантия не распространяется. Круто. Кому интересно, кстати, могу оставить ссылку и на предыдущее поколение блендеров, и на это поколение. Посмотрите, какие они по ценам и для себя решите, подходят они вам или нет. Буду пользоваться этим блендером. Если интересно, два года не буду ждать. Могу сделать обзор на него спустя месяц использования и рассказать о том, как он все это рубит, взбивает и так далее. Рассказать о его плюсах, минусах, какие найдем. Показать, как он работает, естественно. Собственно, если интересно, то пишите в комментариях или просто поддержите это видео, и я все пойму. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok